Итак, это видео, пожалуй, одно из самых важных видео, которые я ещё когда-либо сниму на тему здоровья. Я не знал, как его назвать, поэтому назвал его так. Самый важный антиоксидант — это мелатонин, а не глутатион. Это совершенно новая информация, вы никогда об этом не слышали, и это очень важная информация. Несколько недель назад я взял интервью у доктора Роджера Шуэлта. Это было потрясающее интервью о витамине Д. В конце он говорил о некоторых, не получивших широкой известности исследованиях на тему использования витамина Д иммунной системой. И он сказал кое-что, что меня заинтриговало. Дело, вероятно, не только в витамине Д. И если бы в исследованиях использовали солнечный свет, а не только витамин Д, то результат, видимо, был бы намного лучше. Потом он прислал мне научную статью, которая меня совершенно поразила. Ссылку оставлю. И это видео — краткое изложение той статьи. Итак, люди хотят жить как можно дольше. Почему же люди умирают? Подавляющее большинство людей умирает из-за болезни сердца. Это главная причина смертности. Вторая причина — это рак. А третья причина, по которой люди умирают, связана с болезнями обмена веществ, вроде диабета или болезней Альцгеймера. Это зависит от страны проживания, но обычно это какая-то глубинная причина, связанная с обменом веществ. Но у всех этих причин смертности есть нечто общее. Все они являются заболеваниями митохондрий. Иначе говоря, какая-то дисфункция разрушает митохондрии. В случае рака это начинается в митохондрии. Митохондрия повреждается, а потом эта клетка превращается в раковую клетку. При болезни сердца велик ущерб от свободных радикалов из-за высокоуглеводной диеты, курения или сильного отчислительного стресса. Потом возникает раздражение или воспаление во внутренних сосудах. Но эти повреждения происходят в митохондриях. Если посмотреть, в чём по сути заключается проблема, вот что мы видим. Избыточный отчислительный стресс или повреждение от свободных радикалов. В норме организм человека должен защищать себя от этого. И он защищает себя от этого с помощью антиоксидантных сетей. Есть ферменты, которые действуют как антиоксиданты. Один из них — глутатион. Он считается самым важным антиоксидантом. Но знаете что? Мелатонин даже ещё мощнее и ещё эффективнее. Потому что мелатонин — это не только антиоксидант. Он активирует другие антиоксиданты, в том числе глутатион. Мелатонин в два раза мощнее, чем витамин Е. Мы знаем, как важен витамин Е для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Итак, мелатонин — очень мощный антиоксидант, и он активирует другие антиоксиданты. Вы можете сказать, минуточку, я думал, что мелатонин просто помогает лучше спать. Он связан с циркадными ритмами, помогает справиться с синдромом смены часовых поясов. Возможно, вы слышали, что мелатонин теперь используют для укрепления иммунитета, ведь теперь его считают иммуномодулятором, помогающим регулировать иммунитет. И, конечно же, он очень эффективен против определённых вирусов. Обойдусь без названий. И есть много исследований о том, что мелатонин — это крайне мощное противораковое соединение. Возможно, это вы уже знали, но вот чего вы не знаете. Есть две формы мелатонина. Есть тип мелатонина, который находится в кровеносной системе, а также в эпифизе, шишковидной железе. Шишковидная железа вырабатывает мелатонин, когда её стимулирует темнота. Но есть ещё один тип мелатонина — внутриклеточный, то есть он внутри клеток. Он находится внутри митохондрии. И вот зачем он там находится. Он способствует защите от сильного окисления и повреждения от свободных радикалов, которая типична для митохондрий. Итак, есть две формы мелатонина — циркулирующий и внутриклеточный. Вот этот мелатонин в митохондриях, который находится внутри клетки, — это большая часть мелатонина, который есть в организме. На самом деле есть новые данные, которые указывают на то, что мелатонин в шишковидной железе — это лишь резервный запас в дополнении к основной массе. То есть если мелатонина не хватает в клетках, они берут его из шишковидной железы. А что если мелатонина мало и в шишковидной железе? Это повлияет на сон, качество сна будет отвратительным. Появится воспаление, и не будет защиты со стороны антиоксидантов. Из-за этого может возникнуть масса проблем. Не только плохой сон, но и хроническое воспаление, хронические дегенеративные болезни, особенно мозга. Есть состояние, которое называется «вечерняя спутанность». Оно бывает у людей с болезнью Альцгеймера и деменцией. По всей видимости, когда Солнце садится, у 45% людей с болезнью Альцгеймера и деменцией возникает сильное беспокойство, крайнее утомление. Как вы думаете, почему? Потому что у них заканчивается мелатонин. Им не хватает мелатонина. Вероятно, сейчас вы в полном недоумении, ведь мелатонин считается гормоном темноты. Ведь все знают, что отсутствие света стимулирует его выработку. Но есть новые данные. Так что, если вы отвлеклись, возвращайтесь. Сейчас будет кое-что крайне важное. Самый мощный стимулятор выработки внутриклеточного мелатонина — это свет ближней инфракрасной области спектра, также известный как солнечный свет. Определённые длины волн солнечного света стимулируют мелатонин в клетках, а темнота стимулирует мелатонин в кровеносной системе и шишковидной железе. Более половины энергии солнечного света — это инфракрасные волны. И дело далеко не только в пользе от витамина D, получаемого от солнца. Замечали, что, сидя у костра, вы чувствуете себя очень расслабленным, и потом спите намного лучше? Ведь костёр излучает инфракрасные волны. Костры очень полезны для здоровья. И почему вы так расслаблены, когда в доме горят свечи? Инфракрасные волны. Когда вы используете лампы накаливания, которые были в ходу с 19 века, свет, излучаемый лампой накаливания, в отличие от света светодиодных ламп, в которых используется совсем другая технология, в свете ламп накаливания присутствует инфракрасный свет. Но, к сожалению, промышленность перестаёт выпускать лампы накаливания. Мы вошли в эпоху искусственного света, светодиодных ламп, ламп синего света, в компьютерах и мобильных телефонах. Одно очень интересное исследование, оставлю внизу ссылку, показало, что у детей, живущих в основном при искусственном свете, возникает дефицит серого вещества, и им намного труднее чему-то учиться. Это также объясняет, почему так полезна инфракрасная сауна. И сейчас очень многие покупают инфракрасные лазеры, терапию инфракрасными лучами, чтобы избавиться от боли, воспаления и улучшить сон. Так что мелатонин — это не только гормон темноты, но и гормон солнечного света. Ещё одна прелесть Солнца в том, что даже если на вас головной убор, трава, облака, земля прекрасно отражают инфракрасные волны. Так что можно и не смотреть на Солнце. Снаружи на нас светит отражённый инфракрасный свет. Хочу кое-что здесь добавить. Сейчас я живу на ферме. И двум моим соседям, которые много помогают мне на ферме, за 60. Их питание не просто оставляет желать лучшего. Их питание абсолютно ужасное. Они живут на сахаре. Один жуёт табак, второй курит. Так вот, оба они находятся под открытым небом целыми днями. Вряд ли у них есть компьютеры, тем более мобильники. Они просто работают на поле целыми днями. И они редко болеют. У них нет никаких особых проблем со здоровьем. Они оба очень сильные. Но их еда хуже некуда. Но они получают огромное количество антиоксидантов, которые устраняют повреждения от окислительного стресса, от свободных радикалов. Просто интересно знать, что важно, а что, возможно, менее важно. Я на самом деле не делал акцента на важности Солнца для здоровья, просто потому, что у меня не было этих данных об инфракрасном свете и о его связи с повышением уровня мелатонина. Но, судя по всему, в плане терапии находиться под открытым небом, на природе, на Солнце — крайне важно. Возможно, так же важно, как и здоровое питание. Ещё одна прелесть инфракрасного излучения в том, что оно проникает сквозь череп. Невероятно. В той научной статье сказано, что оно проникает в спинномозговую жидкость, охватывая весь мозг и распространяясь по всему спинному мозгу. С ума сойти. Это ещё один повод для людей с болезнью Альцгеймера и деменцией бывать на Солнце. И вот что замечательно. Инфракрасные волны защищают от ультрафиолетового излучения. Если вас беспокоит, что Солнце вызывает рак, понимаю, речь не о том, чтобы сгорать на Солнце. Речь о том, чтобы бывать на улице и, возможно, получать отражённую энергию Солнца от травы. Суть в том, что инфракрасное излучение помогает выработать крайне много антиоксидантов, которые потенциально могут защитить митохондрии от осложнений, связанных с повреждениями из-за свободных радикалов. Ну а чем же вызвана нехватка инфракрасного света? Искусственным освещением, светодиодным светом, синим светом, мобильными телефонами, мониторами. Человек сидит весь день дома перед экраном компьютера или на работе сидит за столом перед экраном компьютера. А когда он идёт домой, на улице уже темно. Итак, мелатонин в достаточном количестве важен для защиты от всех этих повреждений. Дело не только в витамине D, получаемом за счёт солнца. Дело в мелатонине. Вы можете кое-что сделать в дополнении к тому, чтобы бывать на солнце всё больше. Купите инфракрасную лампу и направляйте на себя свет ближней и к области спектра минут 20 перед сном. Это уже что-то. Можно больше использовать лампы накаливания. Можно чаще разводить огонь в камине, зажигать свечи или сидеть у костра. В общем, я думаю, это потрясающая тема. И, кстати, то интервью, о котором я говорил вначале, есть в моём курсе о витамине D. Приглашаю вас на свой курс «Витамин D. Витамин здоровья». Дефицит витамина D есть у 90% населения планеты. Он вызывает множество болезней. На курсе вы узнаете, как благодаря витамину D избавиться от этих болезней и симптомов, укрепить здоровье и сохранить молодость. В подарок вы получите мои выступления о долголетии и здоровье на Кето-саммите 2019 года. Всё это доступно онлайн на русском языке. Ссылка внизу. Жду вас на курсе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»